Первая книга царств С двадцать третьего стиха первой главы по двадцать шестой стих второй главы И сказал ей Елкана, муж её, Делай, что тебе угодно, Оставайся, доколе не вскормишь его грудью, Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, Взяв три тельца и хлебы, и одну ефу муки, и мех вина, И пришла в дом Господа в селом, и отрок с ними. Отрок же был ещё дитя, и привели его пред лице Господа, И принёс отец его жертву, какую в установленные дни приносил Господу. И привели отрока, и закололи тельца, и привела отрока Анна, мать, к Илью, и сказала, «О господин мой, да живёт душа твоя, господин мой. Я, та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О семь детяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение моё, Чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». И поклонилась там Господу. И молилась Анна и говорила, «Возрадовалось сердце моё в Господе, Вознеся рог мой в Боге моём. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, Ибо я радуюсь о спасении твоём. Нет столь святого, как Господь, Ибо нет другого, кроме тебя, И нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, Ибо Господь есть Бог ведения, И дела у Него взвешены. Луг сильных преломляется, А немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, А голодные отдыхают. Даже бесплодное рождает семь раз, А многочадное изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, Низводит в преисподнюю и возводит. Господь сделает нищим и обогащает, Унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, Избрение возвышает нищего, Посаждаясь вельможами, И престол славы дает им в наследие. Ибо у Господа основание земли, И он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих он блюдет, А беззаконные во тьме исчезают, Ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, С небес возгремит на них. Господь свят, Да не хвалится мудрой мудростью своею, И да не хвалится сильной силою своею, И да не хвалится богатой богатством своим, Но желающий хвалиться, Да хвалится тем, Что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли, И даст крепость царю своему, И вознесет рог помазанника своего. И оставили Самуила там пред Господом, И пошел Елкана в раму, В дом свой, А отрок остался служить Господу При Илии священники. Сыновья же Илья были люди негодные, Они не знали Господа И долга священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, Отрок священнический Во время варения мяса Приходил с вилкой в руке своей И опускал ее в котел Или в кастрюлю, Или на сковороду, Или в горшок. И что вынет вилка, То брал себе священник. Так поступали они Со всеми израильтянами, Приходившими туда в селом. Даже прежде, Нежели сожигали ток, Приходил отрок священнический И говорил приносившему жертву, Дай мясо на жаркое священнику, Он не возьмет у тебя вареного мяса, А дай сырое. И если кто говорил ему, Пусть сожгут прежде ток, Как должно, И потом возьми себе, Сколько пожелает душа твоя, То он говорил, Нет, теперь же дай, А если нет, То силою возьму. И грех этих молодых людей Был весьма велик пред Господом, Ибо они отвращали От жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил Служил пред Господом, Надевая льняной ефот. Верхнюю одежду малую Делала ему мать его И приносила ему ежегодно, Когда приходила с мужем своим Для принесения положенной жертвы. И благословил Ильи Елкану И жену его, И сказал, Да даст тебе Господь детей От жены сей вместо данного, Которого ты отдал Господу. И пошли они вместо свое. И посетил Господь Анну. И зачела она И родила еще трех сыновей И двух дочерей. А отрок Самуил Возрастал у Господа. Ильи же был весьма стар И слышал все, Как поступают сыновья его Со всеми израильтянами, И что они спят с женщинами, Собиравшимися у входа В Скинию собрания. И сказал им, Для чего вы делаете Такие дела? Ибо я слышу худые речи О вас от всего народа Господня. Нет, дети мои, Нехороша молва, Которую я слышу о вас. Не делайте так, Ибо нехороша молва, Которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек Против человека, То помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит Против Господа, То кто будет ходатаем о нем? Но они не слушали Голоса Отца Своего, Ибо Господь решил уже Придать их смерти. Отрок же Самуил Более и более приходил В возраст и в благоволение У Господа и у людей. Субтитры создавал DimaTorzok Книга притчей Соломоновых С 1 стиха 2 главы По 10 стих 3 главы «Сын мой, если ты примешь слова мои И сохранишь при себе заповеди мои, Так что ухо твое сделаешь Внимательным к мудрости И наклонишь сердце твое К размышлению, Если будешь призывать знания И взывать к разуму, Если будешь искать его, Как серебра, И отыскивать его, Как сокровище, То уразумеешь страх Господень И найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, Из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непрочно, Он охраняет пути правды И оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду И правосудие, и прямоту, Всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, И знание будет приятно душе твоей, Тогда рассудительность Будет оберегать тебя, Разум будет охранять тебя, Дабы спасти тебя от пути злого, От человека, говорящего ложь, От тех, которые оставляют стези прямые, Чтобы ходить путями тьмы, От тех, которые радуются, Делая зло, восхищаются злым развратом, Которых пути кривы, И которые блуждают на стезях своих, Дабы спасти тебя от жены другого, От чужой, которая умягчает речи свои, Которая оставила руководителя юности своей, И забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, И стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней Не возвращается И не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых И держись стезей праведников, Потому что праведные будут жить на земле, И непорочные прибудут на ней, А беззаконные будут истреблены с земли, И вероломные искоренены из нее. Сын мой, наставление моего не забывай, И заповеди мои да хранит сердце твое, Ибо долготы дней, лет жизни и мира Они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, Обвяжи ими шею твою, Напиши их на скрижали сердца твоего, И обретешь милость и благоволение В очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, И не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, И Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, Бойся Господа и удаляйся от зла, Это будет здравием для тела твоего И питанием для костей твоих. Чти, Господа, от мнения твоего И от начатков всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка, И точила твои будут переливаться новым вином. Субтитры создавал DimaTorzok Книга пророка Иеремии С 11 стиха 1 главы по 3 стих 2 главы «И было слово Господне ко мне, Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь, Ибо я бодрствую над словом моим, Чтобы оно скоро исполнилось». И было слово Господне ко мне в другой раз, «Что видишь ты?» Я сказал, «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел И лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь, «От севера откроется бедствие На всех обитателей сей земли, Ибо вот я призову все племена царств северных», Говорит Господь, «И придут они И поставят каждый престол свой При входе в ворота Иерусалима, И вокруг всех стен его, И во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои За все беззакония их, За то, что они оставили меня, И воскуряли фимиам, чужеземным богам, И поклонялись делам рук своих. А ты припояшь чресла твои И встань, и скажи им все, Что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, Чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне Укрепленным городом И железным столбом И медную стеною на всей этой земле Против царей Иуды, Против князей его, Против священников его, И против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, Но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, Говорит Господь, Чтобы избавлять тебя. И было слово Господне ко мне. Иди и возгласи в уши В дочери Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, О любви твоей, Когда ты была невестою, Когда последовала за мною В пустыню, В землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, Начатком плодов его. Все поедавшие его Были осуждаемы. Бедствие постигло их, Говорит Господь. АВА ИСААК СЕРИН О душе, О страстях И о чистоте ума В вопросах и ответах. Вопрос. Что такое естественное состояние души? Что такое состояние противоестественное? Что такое состояние сверхъестественное? Ответ. Естественное состояние души Есть ведение Божьих тварей, чувственных и мысленных. Сверхъестественное состояние есть возбуждение к созерцанию присущественного божества. Противоестественное же состояние есть движение души, метущих со страстями. Как сказал божественный и великий Василий, что душа, когда оказывается сообразную с естеством, пребывает к горе, а когда оказывается вне своего естества, является долу на земле. Когда же бывает горе, оказывается бесстрастною, а когда естество не зайдет от свойственного ему чина, тогда открываются в нем страсти. И так явствует, наконец, что страсти душевные не суть душевные по естеству. Если душа в охуждаемых телесных страстях приходит в такое же движение, как и в голоде и в жажде, то поелику в рассуждении сих последних не положено ей закона, как в прочих страстях, заслуживающих порицания, случается, что иногда иному бывает попущено Богом сделать что-либо, по-видимому, неуместное, и вместо порицания и укоризм воздается ему благим воздаянием. Так было с пророком Осиею, который паял в жены блудницу, с пророком Ильею, который по ревности Божией совершил убийство, и с теми, которые по повелению Моисееву мечом убили своих родителей. Впрочем, говорится, что в душе и без телесного естества естественно есть похоть и раздражительность. И это суть страсти души. Вопрос. То ли сообразно с естеством, когда вожделение души воспламенено божественным, или когда обращено на земное и телесное? И для чего душевное естество обнаруживает ревность свою с раздражительностью? В каком случае раздражение называется естественным? Так далее, как душа раздражается по какому-либо плотскому вожделению, или по зависти, или по тщеславию, или по чему подобному? Или когда раздражает ее что-либо противное сему? Ответ. Божественное Писание многое говорит и часто употребляет именование не в собственном смысле. Иное свойственно телу, но сказуется о душе. И наоборот, свойственное душе сказуется о теле. И Писание не разделяет сего. Но разумные понимают это. Так и из свойственного божеству Господа иное, неприменимое к человеческой природе, сказано в Писании о всесвятом теле его. И наоборот, уничижительное, свойственное ему по человечеству, сказано о божестве его. И многие, не понимая цели божественным словес, поползнулись в этом, погрешив неисправимо. Так в Писании не различается строго свойственное душе и свойственное тело. Посему, если добродетель естественным образом есть здравие души, то недугом души будут уже страсти, нечто случайное, приведшее в естество души и выводящее ее из собственного здравия. А из сего явствует, что здравие предшествует в естестве случайному недугу. Если же это действительно так, что и справедливо, то значит уже, что добродетель есть естественное состояние души, случайное же вне естества души. Вопрос. Страсти телесные естественно ли или случайно приписываются телу? И страсти душевные, принадлежащие душе по связи ее с телом, естественно ли или в несобственном смысле ей приписываются? Ответ. О страстях телесных никто не осмелится сказать, что принимаются в несобственном смысле. А о душевных страстях, как скоро дознанно и всеми признается, что душе естественно чистота, должно смело сказать, что страсти немало неестественной душе, потому что болезнь позднее здравия. А одному и тому же естеству невозможно быть вместе и добрым, и лукавым. Посему необходимо одно предшествует другому. Естественно же то, чем предварено другое, потому что о всем случайном говорится, что оно не от естества, но превзошло от вне. И за всем случайным и превзошедшим следует изменение. Естество же не переиначивается и не изменяется. Всякая страсть, служащая к пользе, дарована от Бога. И страсти телесные, вложенные в тело на пользу и возрастание ему. Таковы же и страсти душевные. Но когда тело, лишением свойственного ему, принуждено стать вне своего благосостояния и последовать душе, тогда оно изнемогает и терпит вред. Когда и душа, оставив принадлежащее ей, последует телу, тогда и она терпит вред, по слову божественного апостола, который говорит, «Плоть походствует на духа, дух же на плоть, сия же друг другу противится». Посему никто да не хулит Бога, будто бы Он в естество наше вложил страсти и грех. Бог в каждое из естеств вложил то, что служит к его возрастанию. Но когда одно естество входит в согласие с другим, тогда оно обретается не в том, что ему свое, но в противоположность тому. А если бы страсти были в душе естественно, то почему душа терпела бы от них вред? Свойственное естеству не вредит ему. Вопрос. Почему телесные страсти, возвращающие и укрепляющие тело, вредят душе, если они не свойственны ей? И почему добродетель утесняет тело, а душу возвращает? Ответ. Не примечаешь ли как то, что вне естества вредит ему? Ибо каждое естество исполняется веселье, приблизившись к тому, что ему свойственно. Но ты желаешь знать, что свойственно каждому из всех естеств. Примечай, что вспомоществует естеству, то ему свойственно, а что вредит, то чуждо и превзошло от вне. Итак, поэлику дознано, что страсти тела и души одне другим противоположны, то уже все, сколько-нибудь вспомоществующее телу и доставляющее ему отдохновение, свойственно ему. Но когда сдружилась с этим душа, нельзя сказать, что это ей естественно, ибо что свойственно естеству души, то смерть для тела. Впрочем, в несобственном смысле сказанное выше приписывается душе. И душа по немощи тела, пока носит на себе оное, не может от сего освободиться, потому что естественно вступила в общение с скорбным для тела, по причине того единения, какое непостижимою премудростью установлено между движением души и движением тела. Но хотя и в таком они взаимном общении, однако же отличны и движение от движения, и воля от воли, а также и тела от духа. Впрочем, естество не переиначивается. Напротив того, каждое из естеств, хотя и крайне уклоняется, в грех ли то или в добродетель, однако же приводится в движение собственную и своею волею. И когда душа возвысится над попечением от теле, тогда вся всецело цветет духом в движениях своих, а среди неба носится в непостижимом. Впрочем, и в этом состоянии не воспрещает телу помнить свойственного ему. И также, если тело оказывается в грехах, душевные помышления не перестают источаться в уме. Вопрос. Что такое чистота? Ответ. Чист умом не тот, кто не знает зла, ибо такой будет скотоподобным. Не тот, кто по естеству находится в состоянии младенческом. Не тот, кто принимает на себя вид чистоты. Но вот чистота ума, просветление божественным, по деятельным упражнениям в добродетелях. И не смеем сказать, чтобы приобрел сие кто без искушения помыслами, потому что иначе он был бы не обличенный телом. Ибо не отваживаемся говорить, чтобы наше естество до самой смерти не было боримо и не терпело вреда. Искушением же помыслов называю не то, чтобы подчиняться им, но чтобы положить начало борьбе с ними. Перечисление движений помыслов. Движение помыслов в человеке бывает от четырех причин. Во-первых, от естественной плотской похоти. Во-вторых, от чувственного представления мирских предметов, о каких человек слышит и какие видит. В-третьих, от предзанятых понятий и от душевной склонности, какие человек имеет в уме. В-четвертых, от прирожения бесов, которые воюют с нами, повлекая во все страсти, по сказанным прежде причинам. Поэтому человек даже до смерти, пока он в жизни этой плоти, не может не иметь помыслов и браний. Ибо, рассуди сам, возможно ли, чтобы прежде исшествия человека из мира и прежде смерти пришла в бездействие какая-либо одна из сих четырех причин? Или возможно ли телу не домогаться необходимого и не быть вынужденным пожелать чего-либо мирского? Если же неуместно представлять себе что-либо подобное, потому что естество имеет нужду в таких вещах, то значит уже, что страсти действуют во всяком, кто носит на себе тело, хочет ли он того или не хочет. Поэтому всякому человеку, как носящему на себе тело, необходимо охранять себя не от одной какой-либо страсти, явно и непрестанно в нем действующей, и не от двух, но от многих страстей, победившие в себе страсти добродетелями, хотя и бывают тревожными мыслями и прирожением четырех онных причин, однако же не уступают над собою победы, потому что имеют силу и ум их восторгается к благим и божественным памятованиям. Вопрос. Чем разенствует чистота ума от чистоты сердца? Ответ. Иное есть чистота ума, а иное чистота сердца, ибо ум есть одно из душевных чувств, а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства. Оно есть корень, а если корень свят, то и ветви святы, то есть если сердце доводится до чистоты, то ясно, что очищаются и все чувства. Если ум приложит старание к чтению Божественных Писаний или потрудится несколько в постах, в бдениях, в безмолвиях, то забудет прежний свой образ мыслей и достигнет чистоты, как скоро удалится от скверного жития. Однако же не будет иметь постоянной чистоты, потому что как скоро он очищается, так же скоро и оскверняется. Сердце достигает чистоты многими скорбями, лишениями, удалением от общения со всем, что в мире мирского, и умерщвлением себя для всего этого. Если же достигло оно чистоты, то чистота его не сквернится чем-либо малым, не боится великих явных браний, разумею, брани страшные, потому что приобрело себе крепкий желудок, который может скоро переварить всякую пищу, несваримую в людях немощных, ибо врачи говорят, что всякая мясная пища неудобоварима, но много силы сообщает телам здоровым, когда приемлет ее крепкий желудок. Так всякая чистота, приобретенная скоро, в короткое время и с малым трудом, скоро теряется и оскверняется. Чистота же, достигнутая многими скорбями и приобретенная продолжительным временем, не страшится какого-либо непревышающего меру прирожения в которой-либо из частей души, потому что укрепляет душу Бог. Ему слава во веки веков. Аминь. Субтитры